Всем привет! Мы на Одесской трассе. Выезжаем, сейчас заправляемся сами, заправляем технику, заправляем все баки. Кушаем шаурму на Сакаре и выезжаем в Херсон. На этих выходных мы катаемся в Олешковских песках, которые находятся в Херсонской области. Барханы, дюны, некоторые даже высотой около 5 метров. Ты вылетаешь с горы, не знаешь, куда приземляешься. В общем, любая ошибка может обернуться в серьезную либо травму, либо урон техники. Там много будет лиманов, солончаков, соляна или, как правильно, ферма. Еще покупаемся в море. Они нам предоставили такой сертификат. Хотим разыграть среди вас. Доехали за барину. Сейчас идем спросим у охраны, куда нам ставить машину. Будем парковаться и уже бежать ужинать. Скажите нам заехать, у нас тут номера, пустую технику. Добрый вечер. А если вообще он еще работает? Да, заезжайте, заезжайте. С чего начинается любой? Пожар. Уже наступило утро. Еще совсем темно, часов шесть. На базе все спят. Ну, мы сейчас сделаем. О, теперь другое дело. Можно посмотреть и на уточек, и на озеро, и на территорию. И как солнце встает. Идем на завтрак и в бой. Обстановка, конечно, бандитская. Товарищи тут. Завтракают все. Ах ты, елки-палки. А тут вот какой-то там лиман. Тут выход Днепр. И там где-то рядышком впадает. Это все в Черное море. Мы тут расположились. Забарина. Вот все тут везде отдыха. Херсон. И вот Забарина. Чтобы понимать, где это находится. А ты и триматочка? Нет, просто один раз нажал и отпустил. Вот, мы приехали, а Сережи нету. И Паши нету. Я, Паша, вместо тебя буду блогером теперь. Смотри, у меня палка есть профессиональная. Я не знаю, правильно держать ее. Зашевелились уже все. Good morning. Good morning. Уже, уже шевеление пошло. Это все, да? Это создание. Что у вас тут? Кальянчик? Привет, хлопчики. Здравствуйте. Привет. Паш, все, облепите. Что случилось? Греется? Да. Стекло закрывает интеркульем, не поступает туда воздух. Из-за этого и греется. Ну, может быть. Может быть. Как один из версий. Проблема не решается. Доливаем воду. О, серьезные пацаны, коллеги на джипах. О, серьезные пацаны, коллеги на джипах. Начало что-то тарахтеть. Была изжога. Что что-то случилось. Уже выключили музыку. Стали прислушиваться. А оказалось, просто под весом вата открывается кофр. И, ну, тарахтит кофр. Так что, все нормально, едет дальше. У нас все как всегда. Сейчас поверну камеру. Вон проблема. Я не знаю, видно, не видно. Владу сразу было видно. Он мне доказывал, что это каркас. Верхний. И у нас вследствие этой проблемы немножко колесико неправильно работает. Но мы не отчаиваемся, потому что кулер у нас тоже не работает. Ну, короче, мы научились заводить кулер. И получилось так, что если ты едешь 110, то кулер, в принципе, крутится. И баги остужаются. Но когда ты останавливаешься, он сразу же закипает. Поэтому мы ехали 110 и заехали в ямку. Влад, ест сосиски, которые купили вам. Очень вкусные. Вам бы понравилось. Но мы сейчас надеемся, что механик найдет там рычаг и предохранитель. Скорее всего, у нас предохранитель просто сгорел. Из-за этого кулер не крутится. А так-то мы на позитиве. Сегодня вечером в ресторан пойдем с вами. Вы там где-то едете сейчас? Вот. Ваше здоровье. Кто-то найдет GoPro и перед тем, как слить, по-любому посмотрит видео. Может быть, даже передаст Паше. К чему я это все говорю? Потому что если мы умрем, я свою работу любил. Да, он любил свою работу и один раз изменял Настю, да? Два. Два раза изменял Настю, я ни разу не изменял, Аня, тебе. Если вдруг передадут. А, я вспомнил, зачем я видео снимаю. Мы встали, мы видели зайца. Короче, здесь очень красивое небо. Надо радоваться мелочам. Шлем надень. До дочи скотечной. Так, а тут приехали к такому красивому месту. Соляная ферма, или как правильно назвать. Вот такие озера. Сейчас все покажу. Вот эти розовые, розовые хваленые озерца. О, такое старинное оборудование. Я думаю, что тут соль производили. Вот ее как-то там выкачивали. Красота. Каналы. Хотя, наверное, и сейчас ее производят. Просто, что не видно никого. Класс. Просто, как в кино. И она не просто белая. Реально розового цвета. Крутяк. Наверное, здесь до сих пор ее добывают. А что не добывают? Красота. Медузы выброшены на берег. Уже как глаза. Какая красотень. Это, наверное, был отлив. И тут у нас то ли лиман переливают, то ли какая-то речка. Боже, какая прозрачная, красивая вода. О, такое золото. Ну что, рюмки я уже нам нашел. Я думаю, из таких рюмок можно нормально пискарику. Ну, обед вдвойне вкуснее, если он на берегу моря. Что мы сегодня будем готовить? На кашу никто не созрел. Сегодня по-легненькому. У нас традиционно вареные сосиски. Это Игорь нам любезно предоставил и уехал назад на базу. Что там по Мальдивам, друзья? Пашка на Мальдивах. Пашка на Херсонских Мальдивах. Вот так вот. Хорошие путевки взяли, да? Павел Гнадьевич, как ощущения? Хороший тур взяли. Да, говорят, что хорошо, людей немного. Вообще, красота. Мексика была чуть дороже. Ну, Мальдивы лучше, да? Чуть дороже было, да. Ну, Мальдивы отлично вообще залезают. Херсонские Мальдивы. Замечательное место. Можно Малугу сюда привозить. Приезжайте, недорого. Херсонские Мальдивы. Тем более мы тут встретим. Прямо в красивом виде. В воде. Мальдивы. только стали на этом сразу хопа да на вечер уже грибочки есть мы пытались вас догнать мы ехали очень быстро так у вас другое дело не у нас вентилятор тоже но на большой скорости вы просто хотели ехать без нас мы ехали 130 она не перебивалась а потом на повороте въехали в ямы и речах погнул по прямой по полю нас тяжело уже было догнать с нами все хорошо кто там будет переживать я специально не буду анти пока отправлять это видео на следующий день нам срочно пришлось уехать в киев и ребята поехали игорь сладом по нашему маршруту но без нас впереди огненный контент второго дня поэтому не переключайтесь игорь застрял какого-то дядька поездил кататись а мне стало жигуля стою жду самое страшное что заканчивается алкоголь игоря так и нема там он вдалеке там тут два мужика я надеюсь это не игре я вас на баги отправлял до баги решили немножко добавить экшена так и оказалось что моя резина не для поворотов на скорости перед началом я вам скажу просто чтобы вы понимали игорь каже мужику что вы не переживайте мы приедем 2 километра вряд ли перевернемся но просто чтобы вы знали руки не вынимайте ну вот так и снимаем тебя из жигулы да запах конечно на свиньи бомба вот моя жигуля так мы сейчас на соленых озерах рыбальча в херсоне у нас здесь очень красиво он владик вон николай вот я вон жига мы перевернулись это вот наш нормальный такой первый переворот он сосиски валяются в ладах короче у нас здесь весело с нами все хорошо кто там будет переживать я специально не буду аньки пока отправлять это видео но в целом все очень круто нам очень нравится паша я генератор материала для тебя я старался сотри вот сосиски ваша давай накатись корень люстра вроде как целая не знаю вроде ничего не выливается от вода просто из-за омывайки вылилась и все которым не нужно а сейчас можно сколько здесь на бане вот давайте чуть-чуть скажете понравилось вам или нет перевернуться да да он сейчас и будем вытягивать плохо что владик не застал очень обидно хочу я ничего не бачу мы сделали в общем ребята что такое приключение приключение такая ехала возле нас местный мы с ладом на дрон снимали как мы катаемся мы предложили покататься и перевернули баги у человека много эмоций он и разописал что ему все понравилось вам шлема со шлемом сверху это владик сейчас мы будем зажигу цеплять лебедкой я честно я не знаю как это все правильно делать потом мне саша будет лекцию читать но должно все получится вот Класс! 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 Владик нашел ключи, а потеряли ключи от багги. Всё! Вот как Влад проходит брод. Он говорит, Влад, садись со мной, поедешь. Он говорит, нет, я ногами пойду. Ботинки не снял, штаны не снял, пошёл. Нам ещё домой ехать. Ну, я бы сказал, что я поплавал бы, но ноги уже с водой. А скажи, пожалуйста, почему ты ботинки не снял? Потому что моя начальство сказало, что ты иди, а там всё хорошо будет. Паша, или дневник, если мы не доедем назад. Мы с Владом приехали. Мы катались, катались. Мы перевернули баги, я уже рассказывал. Мы поехали по водичке, проехали, не загрузили. Хотя я уже думал, что мы там и останемся жить. И мы приехали встречать закат. Влад себе еды словил. Я буду кушать медузу. Влад будет кушать медузу. Вообще, я думал, я тебе материалы на полуролика собрал. Вот мы сделали себе маленький костерочек. У нас есть чаёк. А вас нету, потому что вы уехали. Вот у вас такая еда будет. Мы на вас покупали. Грустно, печально и очень красиво. Море красивое, алкоголь, алкогольный. Игорь злой. Первое, едем мы по дороге вдвоём, никого больше нету. Потом смотрим, типа, озеро какого-то хер знает, типа. И вместо того, чтобы зайти, посмотреть, какая там глубина, или ещё что-то, Влад говорит, проедем, поехали. Я говорю, какая там глубина? Я не знаю, поехали. Потом вышел. Не, Игорь, тут глубоко, сюда нельзя ехать. Я говорю, так если бы поехали. Он, вот это ты злой, вот это ты злой. Ты злой. Ты злой. Ты злой. Было страшно, когда мы тонули. И ты понимаешь, что ты не можешь встепнуться. И я понимаю, что Игорь не может вылезти. Потому что двери надо через меня лезть. А лезть через труп своего сотрудника тоже такое. Четко страшно было. А вообще, ну, потом не, потом зекрилось, а побегал. И супер. Короче, нас спасают. Наверное, ни хера не видно. Вот он. Наш первый спаситель. Включи люстру, чтобы для видео было. Первое, ребята, на опыте своем скажу, не ездите с закрытыми окнами, если вы едете по автоводу. Отстегивайтесь, проверяйте ногами в рот, слушайте РЗР и не ездите сами. Было немножко страшно. А до этого Влад еще бегал, кричал, орал. Ну, хотел привлечь внимание, но я говорил, что, наверное, переставай кричать. У нас ни огня и ничего нет, у фонарик есть. Это было интересно, это было страшновато. И не знали, что делать. С одной стороны, я очень напрягаю, что я вас напряг, а с другой стороны, мне кажется, вам тоже интересно немножко. Это комплект на лимон! Полностью мокрые. Я поворачиваю голову, баги тонет. Ну, все вещи, которые лежали, просто все начали уплывать. Там, GoPro утопили. В итоге ребята простояли 4 часа в ожидании помощи. В мокрой одежде, в холодрыге. Приехали к ним на помощь. Значит, переодели их в теплые вещи. На лебедках вытащили технику. Отбуксировали это все на базу. Никто не заболел, никто не простудился. Я больше всего переживал, что людям дискомфорт сделал. Понимал, что без них мне не справиться. И в то же время я понимал, что там все эти ребята, там и Настя, и Юра, и Артем, я других не помню. Влад, по-моему. Что они все уже сидели где-то там себе в номерах теплых, там кушали. И тут им надо выезжать куда-то. Но мне кажется, самая счастливая была Настя и Юра. Потому что у них это приключение. Но, в любом случае, всем большое спасибо и очень благодарен. И ребятам Лене, и тем, кто восстанавливает мою баги, тоже спасибо. Я надеюсь, что восстановят. Я знаю, что там большие, в принципе, потери будут. Там и Акустика умерла, и куча всего умерла. Но я к этому отношусь позитивно. И если этому суждено случиться, то просто нужно больше зарабатывать, чтобы это все купить заново. Всем, ребята, интересных поездок. Будьте осторожны, будьте на позитиве. Друзья, вы давно спрашивали, как можно покататься с нами, что для этого нужно. Мы наконец-то нашли классных ребят, которые занимаются прокатом техники. Не только прокатом, они делают маршруты. У них современная техника 2020 года. Есть и детские квадроциклы. То есть можно всей семьей туда приезжать. Они находятся на Житомирской трассе. Экипируют вас в современной крутой экипировке Фоксовской. Это не те покатухи египетские, когда вы едете гуськом со скоростью 10 км в час. И пылите друг другу песком в лицо. Это прям настоящий такой драйв с профессионалами, с инструкторами. В общем, очень советую. Мы с этой компанией, они нам предоставили такой сертификат. Для этого я оставлю инстаграм Квадрока под последним постом. В комментариях отметьте друга, с которым хотели бы поехать. Количество комментариев не ограничено. Надо быть подписаны на них, на наш инстаграм и на наш канал в ютубе. Разыграем мы приз у них в прямом эфире, у них в инстаграме. Думаю, через неделю, через две. Поэтому будьте в курсе. Мы идем собираться в следующую поездку в Черкассу, которая будет уже через неделю. Там будет жаришка. Поэтому следите за нами. Пишите свои комментарии, что вам понравилось, не понравилось. Подписывайтесь. До новых встреч. Спасибо всем за просмотр. Ребят, забыл сказать огромное спасибо команде BRP Herson за то, что они достали нашу GoPro с Ила. Ребята ныряли. Есть видео, как они ныряли. В общем, ребята, спасибо и за рычаг, и за вентилятор, и за камеру, и за какие-то эмоции. Я думаю, мы немножко сделали веселее ваши выходные. А вы наши. Спасибо. Спасибо.